Законом запрещено повышать тарифы два раза в год. Несогласные платить за тепло втридорогожители Рубцовска в это воскресенье вышли на митинг. Несколько сотен человек собрались на набережной имени Петрова. У многих в руках плакаты против роста цен на ЖКХ. Только наше послушное молчание и согласие с тем, что происходит, заставляет нас жить в тех условиях, которые нам навязывают каждый день. Все-таки только митинги и только стопроцентный выход народа может что-то взвинуть. Митингующих волновало несколько вопросов. Первый – за предельные суммы за коммуналку. Жители припомнили здесь и неизолированные городские теплосети, из-за чего происходят теплопотери, за которые платят люди. И повышение тарифов несколько раз в год. И это на фоне роста самого топлива. У нас в районе обстановка не лучше вас, даже хуже. В 2021 году машина дров стоила 13-14 тысяч рублей. То есть на сегодняшний день она уже 20. В резолюции митинга участники обращаются к правительству страны с требованием ограничить рост тарифов, к прокуратуре и антимонопольной службе, чтобы ведомства проверили предельный индекс платы за ЖКХ. А в Бийске еще только продолжают бороться за право выразить недовольство тарифами ЖКХ. Три недели общественники не могут согласовать место проведения митинга. Мэрия трижды отклонила их вариант размещения в центре города на Петровском бульваре. Не согласовала и локацию напротив администрации. Поэтому пока в Бийске выбрали другую тактику. Мы сейчас проводим одиночные митинги. Люди выходят, наши товарищи ходят, с которыми мы общаемся. Вчера мы пикет проводили. Это комсомольская организация проводила пикет в гайд-парке без уведомлений. То есть мы бьем более маленькими акциями по городу. Сейчас бийские общественники решают, какой вариант им выбрать. Все-таки отдаленное от центра льнокомбинат или подбирать другие локации. А для двух других городов одобрить митинг не составило труда. 12 февраля он состоится в Камни-на-Аби и Барнауле. Участники митинга в Рубцовске звали всех желающих приехать на протест в краевую столицу. Так люди хотят показать сплоченность и массовость их запроса. Анастасия Драган, День с толком.